Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Уважаемые зрители, иногда монеты современной России преподносят интересный сюрприз. Среди обычных монет находят настолько редкие и уникальные экземпляры, что стоимость некоторых может составлять не одну тысячу долларов США. Например, монетные пробы в виде пятерок 1999 года стоят намного больше 3000 долларов или 5 рублей 2006 года. Она вообще известна в единственном экземпляре, которая стоит более 10 тысяч долларов США. Вообще, монетные пробы это, так сказать, штучный тираж. Данные монеты не вошли в тираж и являются раритетами. Еще ценятся рубли 2003 года. Тираж рублевых номиналов составляет где-то по 15 тысяч экземпляров. Это что касается редких, годовых экземпляров. Кроме того, коллекционеры ценят некоторые разновидности штемпельных пар. Не все одинаковые монеты одинаковы. Иногда они отличаются между собой по расположению различных деталей. Разновидности изучаются и каталогизируются нумизматами. А в сегодняшнем обзоре давайте рассмотрим 10-ти рублевую монету 2013 года. Перед вами десятка отчеканенная на московском монетном дворе. Разновидность 2.2А. Самая простая. Но есть еще разновидность, которая считается раритетом. Перед вами 10 рублей с разновидностью штемпеля 2.5Б. Она по сути является раритетом и отличается от рядовых монет расположением и формой клейма московского монетного двора. Друзья, самое главное отличие, которое видно очень хорошо, это цифры даты, а не тонкие. Нижняя часть тройки прямая. Друзья, оценивается редкий разновидность этой монеты более чем 3000 долларов США. Монета продавалась несколько лет назад, но затем ее след исчез. Куда она пропала, никто не знает. Ведь ни один аукцион не показал финальный результат. И монета перестала выставляться. На самом деле, я думаю, что раритет просто припрятали на будущее, чтобы набить еще большую стоимость и продать подороже. Только, к сожалению, когда это произойдет, никто не знает. Уважаемые зрители, монеты Советского Союза – это очень интересная и увлекательная тема в отечественной нумизматике. Среди обычных монет СССР коллекционеры обнаруживают интересные браки и уникальные разновидности штемпелей. Разновидность штемпельной или же штемпельной пары – это небольшие различия на монетах одного номинала и одной даты чеканки. Разновиды классифицируются нумизматами и заносятся в каталог. Обычно коллекционеры пользуются каталогами Федорина, Тележинского и Адрианова. Но давайте, друзья, ближе к делу. В конце декабря 2017 года на международной площадке Виолити появилась фотография монеты, которую ранее нумизматы не встречали. Это однокопейка 1949 года Ленинградского монетного двора. Друзья, копейка 1949 года с новой разновидностью штемпеля, которая не упоминалась в ранее изданных каталогах Федорина и Тележинского. Сначала монету обсуждали на форуме, но затем экземпляр «Х» был отправлен экспертом аукционного дома Виолити на изучение. Дело в том, что монета была признана подлинной. Кроме того, эксперты подтвердили ранее неизвестную разновидность. И ее классифицировали как однокопейка 1949 года чеканки Ленинградского монетного двора с разновидностью штемпеля Аверса 2.1 от 1950 года. Так как же определить редкий разновид этого штампа? Друзья, первая буква «С» и последняя «Р» приближены к герму, ости колосьев четки, хорошо гравированы, диск солнца с четким выступающим венчиком. До этого известные ранее копейки 1949 года, которые чеканились только с разновидностью штемпеля 1.3 и 1.4 точка. Одна копейка 1949 года со штемпелем Аверса 2.1 известна на данный момент в единственном экземпляре. Данную разновидность можно считать переходной с 1949 на 1950 год. Редкая разновидность практически сразу же была выставлена на аукцион Виолити. По итогу прошло два аукциона. На первом аукционе редкая разновидность штампа 2.1 набрала более 11 тысяч долларов, но по неизвестным причинам ее перевыставили. На втором аукционе монета набрала порядка 6 тысяч долларов США. К сожалению, не удалось мне найти снимки, я бы их для вас заскрыл. Сейчас в поиске Виолити они не отображаются. Друзья, если вам известна еще какая-либо информация по редкой разновидности, то я вас очень прошу, оставьте комментарий под этим видео. С вами был Роман Парфенюк. Всего доброго, друзья. Мирного неба. Субтитры подогнал «Симон»!